То, по сути, мы хотим есть, спать и трахаться. А есть возможность перенести операцию и им какое-нибудь такое таинственное многоточие ставить. Без ТЗ получится ХЗ. Все верно. Она не занимается любовью со своим мужем. Вот православных, это я люблю. Психически здоровые люди на всей планете, и их не более 5%. Все остальные... 5% от 1% тех, у кого есть деньги. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами врач-пластический хирург Алексей Федоров. Я решил раскрыть все свои тайны и рассказать о своих сотрудниках, которые работают со мной и помогают строить мою империю. И сегодня в наших гостях Кузнецов Роман Валерьевич, психолог, мой помощник. Моя левая рука бы я даже сказал, потому что я левша. Сегодня я познакомлю вас с ним. Роман Валерьевич, такой вопрос. Что за логотип на твоем телефоне? Постоянно замечаю его. Федоров пластик, ты про этот? Федоров пластик, да, это мой логотип. Я горжусь тем, что я работаю с тобой, Алексей. Это действительно достойная профессия, пластический хирург. И я всегда мечтал быть как-то причастен к лечению людей, неважно с медицинской точки зрения, либо с психологической. Я горд тем, что работаю в команде Алексея Федорова. Пока команде, но я планирую, чтобы это называлось компанией. Я очень тоже на это рассчитываю. Моя работа здесь достаточно с долгосрочными планами, поэтому я пытаюсь вырасти как специалист отдельный, отдельный в плане команды. То есть в нашей команде должны быть разные специалисты. Помимо пластического хирурга, нам нужна комплексная терапия, как психология. Этим как раз я и занимаюсь сейчас, я получаю образование. Мы работаем уже больше года. Я долго его уговаривал перейти ко мне в команду. У него были какие-то сомнения, непонимания. Он долго не мог уехать из своего родного города. Но в один момент у меня получилось. И в сентябре 21-го года он переехал из Саранска в Москву и начал помогать мне в организации рабочего процесса, помогать мне, собственно, во всем, что присутствует в моей жизни. И Роман Валерьевич, и не просто мой администратор, как многие думают, Роман Валерьевич психолог, который обучается в Институте инновационных психотехнологий и очень сильно помогает моим пациенткам во время реабилитации. Он помогает им до операции определиться, нужна она им или нет, и консультирует по всех их вопросам. Об этом, собственно, мы и хотели поговорить. Как ты работаешь с женщинами, с какими проблемами они вообще приходят. Я, пожалуй, задам встречный вопрос, Алексей. Как ты задаешь вектор понимания, когда пациентка, будущая пациентка, у тебя на консультации говорит, Алексей Геннадьевич, мне не нравится моя грудь. Задаешь ли ты вопрос для чего? Я задаю им вопрос, он немножко звучит по-другому на каждой консультации. Я спрашиваю, что вас ко мне привело? То есть какая ваша конкретная цель? Потому что иногда, например, люди приходят, ну, как в магазин, да, формата там, мне нужна верхняя блефропластика, да, то есть иногда бывают ситуации, когда конкретно вот, ну, века висит настолько на ресницах, что она не может нормально смотреть, да, ей приходится поднимать брови, она испытывает из-за этого дискомфорт, приходит просто, чтобы срезать его, и чтобы просто продолжать нормально видеть, открыть глаза. Иногда пациентки приходят с совершенно другими запросами, то есть я хочу стать моложе, да, то есть вот за последнее время со мной произошли какие-то возрастные изменения, и мне хотелось бы от этого избавиться, да, я прошу ее достать какую-то фотографию, там, например, десятилетней давности, фотографирую ее, мы сравниваем, и уже понимаем, да, какие возрастные изменения произошли, и что можно с этим делать. Кто-то приходит с запросами, хочу больше привлекать внимание мужчин, да, хочу как-то раскрыться в сексуальной жизни, потому что есть комплексы, которые не дают этого сделать. Так вот, вернемся к вопросу, чтобы понять, пациентка твоя хочет изменить свою жизнь касательно какой-то конкретной операции, ты задаешь ей вот этот вопрос, что бы вы хотели. Иногда, наверное, уместен вопрос, а на кого бы вы хотели похоже. И это подходит в случае, когда пациентка не знает, кем она хочет быть. Это к вопросу, а хочу как грудь, как у кого-то конкретного, или как там у моей подруги. Да, да, бывает. То есть иногда я просто спрашиваю, а в чем там твоя идея, твоя мечта, да, и она говорит, что я мечтаю летом ходить без нижнего белья, я хочу ходить в футболке, чтобы у меня торчали соски, чтобы была вот эта вот стоячая грудь, и чтобы вот мужики поворачивались, сворачивали шеи, обращали на меня внимание. Это идеальный вариант пациентки. Это идеальный вариант пациентки, потому что она точно понимает, у нее есть прям намерение ходить с пышной грудью и совращать мужиков. То есть тут все понятно, как бы моя задача подобрать импланты, соответствующие ее ожиданиям и как бы запросам, и поставить ей грудь. Но на консультации ты не углубляешься в вопрос, а зачем вам это? Она, будучи же замужем, может иметь такое же желание. Абсолютно верно. Да, но это уже ее дело. Правильно? Она же пришла к тебе за конкретно этой услугой. Очень хорошо, что как минимум пациентка знает, как она хочет, как она видит себя. Вот когда пациентка знает, как она себя хочет видеть, то есть как все говорят, без ТЗ получится ХЗ. Все верно. Да, и это работает, мне кажется, абсолютно во всех сферах бизнеса, жизни и так далее. То есть когда нет какого-то четкого запроса и понимания, чего ты хочешь, то как удовлетворить его? Ты не знаешь, чего ты хочешь, я чего-то хочу. Да, вот, а чего непонятно. То есть в таких случаях иногда приходится даже отказывать пациенткам, когда они супер неопределенны. Потому что я понимаю, что если у нее нет определения окончательного результата, то что бы я ни сделал, она не поймет, то это или не то, и она в любом случае будет задавать какие-то вопросы. Она будет недовольна, как минимум. Первоначальным результатом мы знаем, потому что я получаю сообщение от пациентов, которые на следующий же день говорят, у меня что-то там не так, как я хотела после хирургической операции. Конечно же, это выглядит смешно, но мы понимаем, что это некое паническое состояние, когда... И смеемся над этим. Да, мы не смеемся, но только по-доброму. По-доброму, потому что ситуацию нужно разрешить, и пациент на самом деле требует внимания, подтверждения того, что мы на связи, что все хорошо и так далее. Например, когда пациентки, твои в том числе, которые уже успешно прооперированы и так далее, после консультации я с ними веду диалог. После того, как мы уже готовимся к операции за 3-4-5 недель, у них все хорошо, все классно, они не переживают, они готовы. Морально... Остается пару дней. Но за 3 дня происходит ожидаемое. Это буквально каждая вторая пациентка, которая пишет сообщение. Роман, а есть возможность перенести операцию, им какую-нибудь такое таинственное многоточие оставить? А что в этом случае... Что в этом случае делать? Ну, конечно же, проявляется страх перед операцией, и сложно его признать. Как правило, пациентки признают его только после, когда операция закончилась, когда все хорошо, после наркоза мы лежим в эйфории, а зря я боялась или боялся. Но это нормально. Наши анестезиологи творят чудеса, на самом деле. Кстати, вот хочу сказать просто, все люди, которые боялись именно наркоза, то есть никаких либо осложнений, да, вот у них был страх наркоза после того, как они проснулись, либо когда я вижу, как ее вывозят из операционной с вот такой поднятой рукой, и потом спрашиваешь, ну как прошел наркоз? Они такие, это лучшее, что со мной было. Да, на самом деле, страх наркоза, он рождается оттуда, даже из-за негативного опыта, как и многие наши страхи в жизни. Они все, практически все, конечно же, из какого-то пережитого или не до конца пережитого, возможно, даже чужого опыта. То есть все, что с мужчинами в отношениях у них не происходит, ну и также, наоборот, с женщинами и у мужчин, многие не женятся или замуж не выходят, тоже одна из причин является, потому что был когда-то опыт. Неудачно, естественно, не сложились отношения, и все мужики после этого одинаковые, ну или женщины, да, то есть... Ну, то есть они, получается, этот шаблон накидывают на любые другие ситуации, которые возникают у них в жизни, и, естественно, так же они протекают, потому что ты это уже запланировал заранее по привычному какому-то сценарию. Биовыживательные вот эти страхи, они перекладываются абсолютно на каждый этап жизни, на каждую ситуацию, они одинаково работают. Это буквально игры из детства, которые либо успешно прошли, либо неуспешно, и они у тебя запоминаются. Но хорошим является то, что это все можно перепрограммировать. Ну, естественно, мы программируемся, воспитываемся, дрессируемся, можно даже... Наверное, больше подходит. Да, я помню. Можешь рассказать какой-нибудь интересный случай из практики, который вот был связан с психоэмоциональным каким-то настроем и здоровьем конкретно? Пациентка. Ну, точнее, в моем случае, клиентка 35 лет, она не занимается любовью со своим мужем. Почему? Почему? Я сейчас тезисно, без углублений, как мы к этому пришли, не буду рассказывать. Кому интересно, можете написать в комментариях, я отвечу. Я задаю вопросы, направляющие, почему так сложилось, почему вам это выгодно, вот мой самый важный вопрос, почему выгодно вам не заниматься сексом с мужем? И как вы это рассказываете мужу? То есть, нужно же причину, потому что он может заподозрить, что не все в порядке, пропала любовь и так далее. Может быть, муж как-то не заслуживает вашей любви физической. Нет, муж прекрасный человек. У нас замечательные дети. В чем же дело? Она рассказывает, что у нее полипы в самом неприятном месте, из-за которых непросто заниматься любовью. и неоднократно она их удаляла, но они появляются вновь. Есть вероятность того, что психосоматически она сама привлекает данную болезнь в свою жизнь. Конечно, звучит с одной стороны нелепо и как-то, ну как это может быть? Какая-то магия получается. Болезнь, я ее к себе привлекаю. Казалось бы, хрень какая-то, да? Но по факту нет. А мы, когда начали терапию, ответом на вопрос зачем, зачем тебе эта болезнь, и был тот вот злосчастный я отмазываюсь от секса со своим мужем. То есть, это причина, по которой она не занимается с мужем. Он ее чем-то обидел или... Когда-то, да, была ситуация, когда муж, ну скажем так, накосячил, искупил свое вино, дали у них все хорошо, но здесь психотравма, так если ее можно назвать, она осталась. Соответственно, нежелание заниматься своим мужем, наказывая его, она наказывает и его, и себя одновременно. Его наказывает отсутствие в его жизни секса конкретно с женой, не знаю там, как с другими, это уже его дело. А что касается ее самой, она мало того не занимается сексом совсем, появляются заболевания именно там, где ты хочешь, чтобы они были по конкретной причине, чтобы не заниматься сексом. ну абсолютно любой психолог спрашивает своего клиента, какая у вас проблема, например, у меня полипы где-то, да, там, где они не должны быть. А какое альтернативное состояние вы бы хотели? И тут, как правило, случаются очень долгие паузы, потому что человек начинает думать вдруг, по-другому, они даже не знают как, то есть как можно заниматься здоровым сексом, когда вообще все хорошо. То есть такое состояние, когда все хорошо, давно забыто. Они даже не принимают и не думают даже. То есть, ну на самом деле это тяжелая работа, это касается не только здоровья, это касается любых проблем, установок каких-то, что делать в своей жизни нельзя, почему нельзя там носить какую-то дорогую или дешевую одежду. У всех разные убеждения, которые когда-то сложились. Но они решаются сначала вот именно с понимания того, а что же мы хотим взамен, что мы хотим по-другому, как. Например, если пациентка, ну вот такой самый банальный приходит к тебе и говорит, Алексей Геннадьевич, у меня маленькая грудь, ты же спрашиваешь, а какую вы хотели бы? Ну да, я спрашиваю, а какую вы хотели бы, да, и часто, например, женщина очень скромно к этому подходит, то есть я замечал, да, что женщина, у которой вообще нет груди, она чаще всего приходит и такая, ну мне чуть-чуть, но я хочу вот там размерчик там второй хотя бы сделать, чтобы вот немножко побольше, да, и я понимаю, что она просто как будто бы скромничает, я не знаю, не может позволить себе большую грудь, потому что она даже и не представляет ее, потому что у нее вот нет ничего, да, и она такая, хотя бы чуть-чуть, вот, и ты все равно понимаешь, видишь этот момент, и ты делаешь прям на размерчик больше, и она потом супер довольна, и потом я говорю, а вот если бы были поменьше, тебе хватило бы? она такая, нет, несколько раз я пошел на поводу у таких пациенток, которая скромно сказала, что ой, а давайте чуть-чуть, вот прям маленький имплант, я говорю, давай поставим 400, например, она такая, ой, вы что, нет, вот прям вот 250 было бы самое то, ставишь 250, сначала она довольна, потом она привыкает к тому, что у нее есть, а потом она начинает допускать себе во внимание тот факт, что они могли бы быть больше, не проходит и года, она начинает тебя мучить, когда мы можем сделать повторную операцию, давайте мне поставим имплант больше. Расскажу еще одну историю, она касается здоровья, не обязательно пластической хирургии, все же она немного связана, одна девушка, она начала набирать вес плюс 12 килограмм от ее нормального веса, который она считает комфортным, а девушка, у которой счастливая семья, она об этом говорит без сарказма, без сарказма, без лжи, и эта эмоция чувствуется, то есть действительно ей нравится, она чувствует, когда она говорит о том, что у нее есть двое детей, и муж, который все ее ожидания оправдывает, это то, о чем она мечтала, то, о чем она горела всю свою юность, ну, у нее есть такая проблема, как набор веса, и она ничего с этим поделать не может. Прибегаясь к хирургической операции, мы этот момент тоже обговаривали, она как будто бы не хочет, и пути решения этой проблемы, и она на самом деле правильно начала ее именно с головы, то есть проблема в голове, почему у нее вес не снижается. Мы начали с ней терапию, и в терапии мы дошли до того, что подсознательно, то есть в терапии нейропрограммирования мы работаем непосредственно только с подсознанием, только с подсознанием, вопрос, который я задаю, отвечает подсознание. Как это делать, это уже мы не будем в технике углубляться, для этого есть мои сеансы как раз, но подсознательно отвечает вместе с ее слезами подтверждение, да, того, что это действительно правда, то, что она ненавидит своих детей, то есть что она их обвиняет, они являются причиной того, что она набирает вес. То есть у нее как бы счастливая вроде семья, она всех любит, но виноваты в этом детстве. Да, 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 то есть у нее до этого было классное тело, которое ее абсолютно устраивало, на которое, так скажем, клюнула ее мужчина, да, ну, можно по-разному это интерпретировать, но она так чувствовала себя увереннее, когда у нее было такое тело. А сейчас, ну, в данный момент у нее сильно лучшее состояние. В тот момент, когда она пришла, у нее были прыщи на лице, конкретно на лбу, плюс 12 килограмм, и с этим мы начали работать. Когда мы признали, приняли то, что у нее есть некая проблема, которая выражается вот именно в болезненном состоянии, где она ее, во-первых, заедает, во-вторых, заедает не теми продуктами, которые хорошо бы влияло на ее. И не в том количестве, которого хватило бы, да? Конечно. Непосредственно она заедала свою проблему и не оставляла себе шанса пойти в зал как-то решать ее. То есть прежде чем что-то с ней делать, нужно понять, что она есть. Признать ее в первую очередь. Страх, он оттуда идет. Признать проблему, это значит ее решить. Но почему-то мы ее не решаем. Есть тому тоже причина. Соответственно, после признания и принятия проблемы, мы пришли к тому, что она еще и обвиняет кого-то. И поиск виноватов это определенно третья или четвертая стадия решения проблемы в терапии. Проблемка решается просто. Мы признали вину. То есть уже не детей, а ее? Да. Да, то есть кто не ходит в зал? Кто заедает? Дети? Дети вообще не в курсе. Дети бегают по дворю. Что у нее в чем-то виноваты? Есть какая-то проблема. Они появились на свет, и они не знают, что мама не особо-то и рада. Хотя она вроде рада и счастлива, как она говорит. Но тем не менее, есть с этим сильно связанные со здоровьем проблемы. Проблемы решаются. Перепрограммирование отношения к этой ситуации. То есть вопрос отношений. Она считает, что она виновата. Дети виноваты в том, что она набирает вес. Мы убираем вообще виноватых. Мы просто признаем, что она есть в голове и ищем альтернативное свое состояние. А как бы мы хотели? Мы хотели бы как раньше. Почему бы и нет? Почему бы с этого не начать? Я хочу быть, весить столько-то, чувствовать себя конкретно так, как хотелось бы, ощущать себя счастливой. Это тоже очень важный фактор. Именно ощущение физически и ментально, душевно, духовно, как угодно счастливым человеком. Это можно решить несколькими путями. Либо бегая в спортзале, либо хирургическим путем. Мы уже с ней дальше определили. Либо коррекция питания. Коррекция питания в первую очередь. То есть это должно быть как минимум плавно перейти к интуитивному питанию. Что хочется? Хочется мандарин? Съешь мандарин? Не хочется тебе кушать что-то жирное, ты не ешь. Именно вот на этих ощущениях важно контролировать свое здоровье. И когда мы каждый вечер благодарим свое тело, ну это тоже, кстати, классная практика, благодарить свое тело за то, что оно вообще тебя донесло до этой кровати, сделало все, что ты хотел сделать. Как бы мы хотели завтра себя чувствовать? Стать счастливым человеком утром? Кем быть? Что делать? Насколько ощущать эмоциональный заряд? Можно даже шкалу использовать подистибальный. Какие проблемы завтра, которые будут завтра? Есть ли вообще завтра проблемы? Или это будут какие-то дела по порядку, которые ты будешь решать? Вот именно вот этот тайминг своего времени касаемо здоровья, питания. Если мы даже питаться будем, так, мне нужно не забыть поесть. Некоторые люди поесть забывают, от чего и жиреют. Но определенно жиреешь от того, что ты когда-то... Потому что ты не ел весь день, вечером таки добрался до дома, обожрался на ночь, хотя это совершенно, так скажем, противопоказано. И в итоге всё у тебя это начинает откладываться в бока и живот. Ну, ты как врач знаешь, что переедание равносильно отравлению. Ну, надо не доедать всегда, да. То есть, чем я как бы и руководствуюсь в последнее время. Мораль этой истории следующая. Девушка начала наказывать себя за то, что она перестала соответствовать тому образу, которому она соответствовала ранее. Которому все привыкли, который ассоциировался с ней. Да, да. То есть, она чувствовала себя комфортно в нём, а тут теперь появились дети, муж, и она не выглядит так, как выглядела ранее. Соответственно, у неё включилось подсознательное самонаказание за это. То есть, не поиск решения, а самонаказание. Ну, так или иначе, она захотела решить эту проблему. Это очень ей прям... Да, кстати, самое интересное, когда люди наказывают себя, то есть, они намеренно, ну, причиняют себе, по сути, какие-то увечья, боль и вред для здоровья. То есть, они едят продукты, они знают, что они вредны. Они знают, что их нельзя есть. Но едят, потому что хотят себя наказать, выходит. Каждый наказывает себя каждый раз за что-то конкретное. Но порой мы даже не хотим копаться в этом. Это правда, это на самом деле горькая правда всего человечества. На самом деле, есть психически здоровые люди на всей планете. И их не более 5%. Все остальные... 5% от 1% тех, у кого есть деньги, да? Вот, кстати, про деньги и вообще психологию. На самом деле, практически любая религия это крайне древняя психология. Возьмем, ну, самую, наверное... Давай буддизм. Одну из буддизм. Буддизм, философия йоги. Это всегда про точку баланса. Да? Ну, то есть, это здесь... Нет, давай про буддизм не будем. Я не очень широко знаю. Вдруг кого-нибудь обижу. А вот православных можно. Ой, православных, это я люблю. А вот. Алексей Геннадьевич, я знаю, что ты атеист и не веришь ни в какую религию, кроме медицины, что, в принципе, для врача вполне... Приемлемо. Вполне себе нормально и приемлемо. Ну, как бы, это твой выбор. И главное, что ты не осуждаешь других. За это тебе тоже спасибо. Я просто еще так сильно не грешил, чтобы начать верить, и не был в отчаянии, поэтому... Дело в отношении к проблеме. И не обязательно, на самом деле, лезть в детство, где мы там где-то как-то поступили неправильно, или родители нас научили что-то делать так, как сейчас не нужно делать. Не обязательно туда лезть. Важно понять, принять, найти вообще в целом проблему, которая у тебя существует, или установку какую-то конкретную, и поменять к ней отношения с помощью именно психологических каких-то техник. Их на самом деле масса. Можно их остеопатически убрать. Психология наблюдает 750 различных методов. Я выбрал вот тот, который мне комфортен в моем институте, потому что он быстрый. Но за один сеанс можно реально убрать какие-то достаточно серьезные проблемы. Казалось бы, да, на момент времени человека, что есть серьезные проблемы. Это то, к чему он относится. По пятибалльной или десятибалльной. А какие-то механизмы мы можем... Ну, ты можешь на мне, например... Ну, смотри, самое простое, банальное и вот всегда работающее, это, ну, как минимум, снизить оценку твоей проблемы и перестать думать, что она вот такая всемирно важная. Давай какую-нибудь проблему из пластической хирургии. У тебя нависла века, да, или там у тебя маленькая грудь. Огромные половые губы. Я их стесняюсь, то есть они мне прям мешают. И я испытываю некий, ну, дискомфорт. Я стесняюсь раздеться перед мужчиной. Я понимаю, что он вот их увидит, и они как будто бы не такие, как у других. Потому что я была в парилке, я была в сауне, видел у других девочек, и они меньше. Я каждый день этого стесняюсь. Я иду в душ, я моюсь, я их вижу, меня это напрягает. Я иду, они мне там где-то труд, и я опять думаю о них. Это не даёт мне нормально расслабиться в жизни. Я реально этого стесняюсь. То есть я думаю об этом 24 на 7. Я почитала что-то в интернете, да, и, ну, услышала, что это можно решить хирургическим путём. Но я настолько стесняюсь себя, что я даже не могу пойти на консультацию к пластическому хирургу, чтобы показать ему их, потому что мне стрёмно. Это, кстати, очень часто. Это частый вопрос, когда звонят, и перед тем, как записаться на консультацию, я обязательно спрашиваю, на какую тему будет у вас диалог. Ну, и мне проще, чтобы... Чтобы Алексей Геннадьевич, да, понимал, о чём будет речь. Возможно, подготовил бы какие-то фото, видеоматериалы для того, чтобы показать пациенту. И они начинают сверху вниз, аккуратненько. Ну, может быть... У меня волосы секут. Давайте такое будет. Наверное, вам это и не важно, Роман. Да, он беспокоит плавые губы. Да-да-да. И плавно переходит к тому, что, ну, может быть, и что-нибудь там по интимной пластике доктор мне рекомендует. Да, вот в таком формате. Такое было. Действительно, они стесняются даже прийти на консультацию, когда я им предлагаю, ну, вдруг там, вдруг, если вам неудобно, а, как правило, в Москве крайне сложно найти время, чтобы приехать к пластическому хирургу, я предлагаю на всякий случай онлайн-консультацию. Это тоже возможно, это тоже делалось. И как бы... Ну, это удобно. Достаточно просто. Не надо ехать ни ей никуда, мы каждое удобное положение. В момент нужен либо штатив, либо какая-то подруга, либо дочь, там, мама, которая поможет непосредственно проблемой в видеозвонке показать доктору. И что мы в этом случае делаем, когда у нас завышено отношение к проблеме, завышенная тревожность по отношению к проблеме, да? Ну да, то есть я каждый раз вижу все эти проблемы, с которыми они иногда приходят, и вот прям вот 10 из 10. Для меня это пустяк. То есть настолько пустяк, что человек годами с чем-то живет и страдает, а я понимаю, что мне нужно ровно 20-30 минут, всего 20-30 минут, чтобы эту проблему решить. Да, и чтобы вот именно это состояние транслировать, как минимум его нужно показать пациенту, что оно существует. То есть вместо вот этого панического состояния, когда я все время думаю о том, что при близости интимной у меня вот это вот все увидит, и как я буду себя чувствовать. Конечно, человек не сможет никогда расслабиться, получить удовольствие от процесса. Да, оргазм тем более, я думаю. И его партнер, скорее всего, тоже. Ты же чувствуешь напряжение к человеку. Конечно, это импотируется. Секс единственное, наверное, самое такое близкое состояние, когда ты чувствуешь партнера, импотируешь вообще все, что он транслирует. Соответственно, то же самое, что как бы напряжение будет транслироваться, так же, как и расслабление, оргазм и прочее. То есть мы молчим там про какие-то сейчас синхронные оргазмы. Что делать этим пациенткам? Как расслабить их отношение к самой проблеме? Самое быстрое. Я по интимной пластике с твоими пациентками этого не делал. Но в целом, как пример, можно провести. У тебя, допустим, представим, что ты девушку, у которой есть какая-то проблема. У меня есть проблема. И у тебя оценивается это сейчас по листебальной шкале на 9. Да? Ну, то есть прям ты об этом думаешь, ты хочешь, ты хочешь. 9,5. 9,5 бы сказал, да. Давай попробуем выразить это в какой-то фразе. Ну, там, например. Гипертрофия малых половых губ. Гипертрофия. Так это называется. Это называется. Да, это как медицинский. То есть мы уже как будто бы приняли эту ситуацию. Но на самом деле девушка по-другому думает, что у меня некрасивые половые губы. Вот именно в этой эмоциональной окраске. Вот так, как она думает. А не так, как... Когда пациентка говорит вот этим термином медицинским, как это называется, правильно, гипертрофия половых, малых половых губ. То есть это значит, она поняла. Она знает, что это уже решаемый вопрос, и для неё это не является, ну, так называемой проблемой. Это всё... А если она прибегает, кричит, у меня некрасивая пися? Да, вот что-то из этого. Какая-то эмоция ей управляет, а не она сама. И давай ты сейчас будешь называть именно эту фразу. У меня некрасивые половые губы. После того, как я тебе буду каждый раз называть новую фразу. А вот ты её продолжаешь. А можно пися? Я буду говорить. Нет, давай красиво, эмоционально, красочно. Итак, я говорю фразу, а ты её продолжаешь. Давай. Вот тем, что мы сейчас договорились, что у тебя некрасивые половые губы. Сталин и Берия на совещании говорят о том, что... У меня некрасивые половые губы. Утром петухи прокричали, что... Что у меня некрасивые половые губы. В Москве не убирают снег именно потому, что... У меня некрасивые половые губы. Почтальон Печкин открыл банку с солёными огурцами и сказал... Да что у меня некрасивые половые губы в 1917 году началась война из-за того что у меня некрасивые половые губы в олимпийских играх не удалось победить россия потому что ты понимаешь что уже это звучит как будто бы как бред это уже бред нет и смешной бред да то есть ты понимаешь что как бы эта хрень не влияет ни на что вообще ни на что да это рефрейминг так называется техника самая быстрая когда нужно снять какой-то момент тревожности или отношение к проблеме которая вот слишком ну да и за счет того что мы ее как-то глобализируем и понимаем насколько она действительно мелочная и несерьезно и получается что вот 9 и 5 у меня сейчас вместилось на 3 на 3 то я сейчас про меня половые губы не так смущают как как раньше как стальной берию да кстати я знаю что некоторые пациентки не доходят до операции потому что испытывая проблему они как правило рассказывая ее уже данной консультации пластическому хир они уже частично и решили когда высказались кому-то и им стало легче да да именно вот этот момент вы говорится это уже говорит о ее признание о том что она существует на мозг и вообще бессознательное принимает это таким образом как будто бы ты показал пальцем на существующую психологическую проблему и все путь найден решение искра божья искра давай мы заменим консультации на исповедь у пластического хирурга а боже мой я думаю что именно так и надо сделать очень даже да это божья искра была тогда она будет стоить сильно дороже конечно вернемся к той же религии если мы говорим про бесплатную психотерапию на примере православного храма христианского до абсолютно даже самая и исповедь у святого отца она работает именно таким образом когда мы выговариваем свои грехи свои проблемы может быть да то к чему мы относимся именно вот нас какой-то особый это для человека боль ну то есть он с ней живет и когда он рассказывает о ней святому отцу например данный либо любому таксисту да то есть но любая абсолютно исповедь назовем ее это исповедью она снижает отношение к проблеме это можно использовать совершенно бесплатно а также есть психоэмоциональные центры как вот эти плечевые точки и лоб можно креститься касаясь до лбом мусульмане касаются лбом пола и это также снижает психоэмоциональный фон конкретные проблемы о которой мы думаем есть также технология бабочка когда мы думаем о проблеме достаточно 30 40 секунд постучать себя именно так плечам думая об этой проблеме она действительно снижается можно попробовать можно просто поверить боль в голове ты ее отпускаешь через слова проживая ее еще раз когда ребенок разбивает себе что-то там не знаю коленку об диван он может орать полчаса пока его кто-то мама бабушки убедки да и он ей не скажет что он ударился коленкой когда он начинает рассказывать а что же случилось рассказывая ребенок уже самое исцеляется да так скажем то есть более она действительно в голове и ее вот насколько она сильная именно ее ощущение она тоже в голове до понимаю что как бы если там течет кровь и либо перелом тут мы не об этом говорим а вот да конкретно болевых ощущениях либо психоэмоциональных боли которые не дают нам порой жить учитывая что многие вообще не спят из-за того что в полночи думает о том что сказали начальнику на следующий день думают как же там перед перед ним извиниться или это начальник уже давно забыл набухался даже об этом не думал ни секунда человек и сидишь и думаешь об этом тебе это важно и ты думаешь как же ему теперь поднасрать либо как наоборот извиниться до зависимости от ситуации и ты не работаешь в этом кпд твой 0 потому что ты думаешь об этой проблеме ты не решил и каждый день течение года она накапливается и что происходит человек стареет тысячу раз быстрее чем мог бы просто в итоге подыхают этой проблемой но чаще все-таки доходит до пластического хирурга решает свои какие-то проблемы по возрастным изменениям слава богу да либо психологом и пластическим хирургом до комплексная терапия также я считаю что после пластического хирурга но как ни крути как бы ты божественно и круто не шил все равно маленькие шрам очки остаются если человек ну прям такой максимальный эстет и важно девушка мужчина ему нужно довести какие-то шрамы до конца всегда и на это тоже есть решение да мы знаем в твоих выпусках есть об этом давайте подведем итоги этого видео вы познакомились с моим доблестным сотрудником моим администратором и личным психологом и психологом многих моих знакомых и мы поняли что все проблемы которые часто нас преследуют не такие уж они и проблемы и суть не в самой проблеме а в том как мы к ней относимся и это действительно можно ослабить за счет приемов так скажем психотерапевта за счет личной работы даже если вы сами посмотрели это видео попробуйте перекинуть этот инструмент на вашу проблему то ну скорее всего тот же рассмеетесь и вам станет легче поэтому дорогие друзья если у вас есть какие-то психологические проблемы которые вас действительно тревожат о которой вы думаете хотя бы раз в день то уже 365 раз я хочу чтобы вы избавились от всех своих проблем с какими-то проблемами могу побороться я с какими-то роман валерьевич его ссылку я оставлю в описании под этим роликом всего доброго смотрите мои выпуски оставляйте комментарии всем пока пока удачи